Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Антон Пескомов На данный момент я занимаю позицию темлида в одном из проектов компании Spirosoft Проект делается для компании Electronic Arts Все секретно, ничего рассказать не могу Ну, как всегда К моему глубокому сожалению, конечно За мой достаточно большой опыт Примерно где-то около 300 проектов мы сдали 300 это не только какие-то большие и серьезные нагруженные проекты Но еще и различные интернет-магазины, корпоративные сайты и прочая-прочая ересь Что дает такой достаточно размазанный опыт по всей индустрии веба Трижды пытался запустить свой бизнес И примерно представляю, как не быть программистом И вообще писать бот, чтобы получать деньги Также являюсь идеологом, ну не знаю, компания, стартап ScaleCastle ScaleCastle, ну это скейлы По факту костюм, виртуально Зачем мы сегодня здесь собрались? Есть тезисы, которые были опубликованы в том же самом ВКонтакте И по ним имеет смысл сделать некоторую поправку На самом деле мы будем говорить не о методологии ЯХ А об одной методологии Той, которая за то количество фокапов, которые у меня случались Была выработана То есть, когда мы писали много проектов в различных совершенно командах Команда фейлилась, фейлился я сам И какой-то опыт приходил И из этого сложилась методология разработки, которая вот будет показана Также поговорим про организацию кода в больших проектах То есть, когда мы пишем не в простой сайте А именно в большие веб-приложения, требующие минимум года разработки Ну и, соответственно, все остальное, что вы видите на экране Также хотел бы сделать небольшую ремарку Опять же, относясь к код-аргументам и троллингам Силу того, что это субъективная моя чисто точка зрения То данные господа намекают вам, что сударь будет раз так Если будете верить не на слово Попытайтесь меня пройдеть, найти где-то ошибку Я буду этому только рад И фраза дня, которая сегодня будет фигурировать, это в одном из проектов К сожалению, некоторые проекты мне не хотелось бы публиковать А некоторые проекты просто связывают меня МДА Они разглашение И я не могу просто сказать, что данный подход или данный код относится именно к конкретному проекту Ну, собственно, мясо Как мы писали раньше Вот, пришел заказчик и говорит, сделайте нам проект Окей, мы берем там излюбленный ПХП Питон, Руби, неважно И пишем сервер Пишем мы его упорно и почти не уделяем внимания нашей клиентской стороне То есть вся логика, она работает на сервере И весь рендеринг происходит на сервере Из этого вытекало несколько проблем Которые уже были озвучены и несколько, которые вы не видели Про организацию кода Когда акцент смещается на сторону серверной разработки То фронтенды обычно присутствуют в команде в меньшинстве То есть фронтенды обычно мидлы, либо джуниоры Да, у нас здесь великолепная система У меня здесь нет проводов И это просто вьювер Поэтому тот ноутбук будет гаснуть И вот так будет происходить Так вот Организация кода В силу того, что фронтендов было мало Они были не настолько прокачаны Код приходил в такое загустевающее состояние Примерно где-то за 6-8 месяцев активной разработки То есть в итоге мы получаем проект Который да, работает Да, на нем на перевозах лично Но по факту Люди, которые, допустим, приходят в этот проект впервые Они получают разрыв мозга и других мест Просто от одного вида этого кода В силу, опять же, серверного рендеринга И работы на сервере Мы получаем такие анти-ништяки В виде продолжительности загрузки сайта И не отзывчивого интерфейса То есть, да, окей, все знают Не знаю, на Amazon можно зайти Когда ты просто открываешь сайт И окей, сидишь, ждешь секунду Просто потому, что он там все прогрузит Прорендерит Все это протупит И никакого интерактива там не происходит И скудность возможностей Опять же, все Тот же самый аргумент Мы ориентируемся на сервер Мы ориентируемся на тот же самый PHP Ruby Python И мы не уделяем должного внимания тем возможностям Которые появились уже в нашем фронтенде Уже сейчас Поговорим про это Ну и такой, не знаю Проблема Шрёдингера Сайт не был приложением Вроде как бы не для многих проектов Нам надо, чтобы сайт был приложением Что такое приложение вообще? То есть, когда сайт в принципе самодостаточен Ну, точнее не сайт, а само приложение самодостаточное То есть, у нас есть какой-то проект Который является самодостаточным приложением Возможно, это какой-то сервис То есть, когда у вас есть Достаточно нагруженная функционалом админка И ее можно облечь в то же самое Мобильное приложение Вы можете представить, что ваш браузер Это нативное приложение вашей операционной системы Там Windows 7, а кое-что угодно Как-то вот в таком ключе Про организацию кода Про ту самую проблему, которая проела плеш Нам во многих проектах И мы старались уходить от этого с 2008-2009 года Что мы встречали там? Мы, вот, к сожалению, код не видно Но, поверьте, там ужасная лапша из jQuery И это, в принципе, среднестатистически 60-70% всего веба В том числе достаточно функционального То есть, не просто сайты-визитки, а какие-то сервисы Мы встречались с проблемами с управлением зависимостями Про это будет немного подробнее и чуть позже Встречали, собственно, вот такой спагетти-код jQuery-like Он может быть написан, кстати, не только на jQuery Он может быть написан, наверное, на нативном JavaScript Но все равно вызывать, опять же, разрывы различных мест Просто при попытке что-то отрефакторить Или добавить нового функционала Простите Также мы встречали дичайшую проблему из месива событий То есть, когда у нас есть 100 кликов на одной странице Помимо того, что они реализованы достаточно хреново Все это тормозит Месивые события И оно плавно перетекает в следующую проблему В тонны калбеков То есть, когда у нас происходит табуляция кода Ну, то есть, в каждый калбек у нас входит табуляцию То есть, этот код становится просто дико нечитаемым Разобраться, что у него происходит, ну, невозможно Обычно в таких проектах появляется какой-то квали-монстр Который называется Senior Frontend Developer И только он единственный знает, как, собственно, это все работает JS-шаблонизаторы Да, было такое время, когда, не знаю, кто написал Query.template-плагин Ну, вот, собственно, где-то с этой историей все началось То есть, появились JS-шаблонизаторы, которые содержали HTML-код внутри JavaScript Это очень полу-лоу, потому что, ну, начнем хотя бы с IDE-шек С наших любимых Notepad 3+, с Upline, там, ну, ваш редактор, да Вы открываете JavaScript-код, а там JavaScript-кода нету Это шаблоны, там все HTML в переменной JavaScript То есть, мы получаем такую неиллюзорную проблему, как просто комфортная работа Ну, и вторая проблема, это если вернуться выше Это все очень медленно работало Ну, про CSS тоже примерно то же самое Управление зависимостями, опять же, что позже расскажу Месиво из селекторов Ну, вы видите, даже не надо вчитываться В принципе, все понятно, потому что ничего не понятно Разобраться в таком CSS-ходе, в таких стилях бывает Точнее, не бывает, это просто невозможно То есть, когда проект вырастает в, ну, примерно 150 функциональных страниц То есть, это какой-то такой серьезный сервис Да, он зарабатывает там огромные бабки Ну, и при этом, вот у него вот такой CSS То есть, мы пришли, такие разработчики нам говорят Сделайте нам еще две страницы функционалов Люди пошли в CSS заглянули и так Ааа, жесть! Здесь появляется проблема низкочитабельности И проблема с переопределением Переопределение Это вообще до некоторого времени была самая из актуальных проблем Когда ты писал CSS То есть, что происходило? Сидят там Дима и, не знаю, Витя И Дима и Витя в одно время написали класс.топ Да? И они присутствуют вдруг на одной странице Какой из этих классов должен правильно отработать? И какой на самом деле отработает? Это две разных вещи То есть, мы получаем то, что один код начинает перекрывать другой И появляются великолепные вещи Но здесь их не видно, к сожалению, из-за проектора Но здесь, наверное, 50 импортентов Вот, появляются импортенты, появляется жесть И, в общем, все плохо И великолепная проблема с кроссбразерностью Это обусловлено, опять же, тем, что народ ориентировался на серверную разработку И фронтенды были как-то, ну, немного в сторонке Сейчас ситуация меняется И она постепенно по слайдам изменится Вот, но Эту проблему можно решить Не компетенциями фронтендов Не компетенциями разработчиков А инструментами Поговорим о них Продолжительность загрузки Вот с этим все плохо Потому что, когда мы рендерим все на серваке Мы этот сервак ждем И мы ждем также количество статики То количество статики, которое у нас присутствует То есть, если у нас есть, допустим, 10, 20, 30, 50 CSS файлов 12 JS, 15 JS в библиотек И это все тащится Это все плохо Даже если это минифицировано Но обычно, когда ты подходишь В каком-то из проектов к лиду Или к сеньору Там, кто отвечает за фронтенд Человек, спрашиваешь его Ребята, как у вас здесь все минифицируется? Они делают такое лицо пацана И такие, какая минификация? Вот Все это тем или иным образом Это жопа Чем меньше запросов, тем лучше Почему? Когда происходит запрос на одну большую картинку То мы делаем несколько действий с начала и несколько действий с конца А вот посередине есть вот то мясо, которое называется картинкой Так вот, из-за того, что картинок было много Ну, там, JS файлов было много, CSS файлов было много Вот этих действий до и после Было тоже много И куда выгоднее передавать один большой файл, чем 10 маленьких То есть, имейте это в виду И есть такая проблема, которая, опять же, тоже не иллюзорная И присутствует у просто подавляющего большинства проектов Я думаю, даже у больших проектов есть такая беда сейчас Даже сейчас Пинк для серверов Пинк для серверов не тех, которые занимаются рендером, аппи и еще что-то такое А пинк для серверов, которые содержат, собственно, статику То есть, окей, чувак пришел, открыл сайт, а его ближайший сервер находится там, ну, не знаю, где-нибудь в Голландии Окей, у нас пинк для сервера там, ну, 150 миллисекунд Вроде нормально, да, можно в контур играть Но, если говорить в процентах, все мы знаем, чем на каждую секунду дольше загружается сайт Тем больше в процентах мы теряем в конверсии То есть, над пингом до серверов надо доработать И, оговорюсь, для тех, кто, может быть, знает вот это вот все про CDN, про пинг Пинг здесь выделен в кавычки, потому что, на самом деле, сам пинг не особо влияет На проблему, и я про это расскажу чуть позже, чуть дальше Также, вот, в той ситуации, когда мы подходим к чуваку, к сеньору, там, Лиду И спрашиваем ему про минификацию Следом, после того, как он отвертелся от минификации, мы ему спрашиваем А, чувак, модульность? И он такой делает, какая модульность? Опять же, из этого вытекает проблема Все свое тащу с собой То есть, мы на каждой странице таскаем просто нереальное количество шняги Которая нам не нужна на этой странице То есть, у нас есть, допустим, две страницы На одной форме авторизации, на второй форме регистрации У них различная логика Но все равно на каждую страницу подгружается одна и та же, там, JS, CSS Все те же данные Это плохо Вот, собственно, проблемы были Но внезапно приходит Супермен, который называется Факапы Факапы... Микрофон? Да Факапы... Как это? Очень вовремя, да Факапы, они учат людей Становятся Суперменами И вытягивают все на своих жилах Собственно И развивая веб И, к сожалению, я стал одним из таких Суперменов И прохавал все это от того старого Когда мы пробовали над Джумлей И то сейчас, что я вам демонстрирую Бэм Кто знает, что такое Бэм? Окей Для тех людей Ну, я предполагал то, что Если говоришь слово Бэм, сразу начинается Вау, вау, вау Но давайте обойдемся без религии Вы можете использовать, на самом деле, любую идеологию Любую методологию Любой инструмент, который вам по душе То есть есть там ООО, КСС МАК, КСС Фига Суть в чем? Если мы говорим о проблеме организации кода То Бэм нам очень сильно помогает В том, что это формальные правила Формальные правила мы любим соблюдать Ну, точнее, как любим Нас просто штрафуют Формальные правила должны быть четкие Они должны быть прописаны И Бэм В этом очень сильно помогает Потому что он присутствует в интернете И с ним дохрена кто знаком То есть, приходя в новую команду Ты Ну, не ощутишь какого-то дискомфорта Если ты знаешь Бэм И они его тоже используют Собственно, ну Вот те факты Те аргументы Те аргументы По которым мы выбрали в свое время Бэм У него была открыта документация То есть мы могли поскидывать просто ссылочку И не заморачиваться Не писать свою документацию Мы же все очень любим писать документацию Вот И Ты просто кидаешь ссылку И человек знает Бэм Ну, через день Его относительная простота Она позволяет как бы Не быть ему навязчивым То есть мы можем выкинуть на самом деле 90% того, что там написано На сайте Бэмэмфор Ну, посвященном Бэму И это, в принципе, не особо повлияет на методологию То есть, если нам нужны только именования Ну, вот эти вот самые То есть мы договорились об именованиях И наш код стал выглядеть солидно Он получил какие-то ништяки И мы на этом остановились Окей, у нас есть Бэм В другом случае мы можем взять И вот то, что я сейчас показал И взять, допустим, Бэм Тулс Это такие штуки, написанные на Node.js Которые, собственно, компилируют Код, написанный по методологии Бэм Предоставляют всякие различные там ништяки Ну, соединяют спрайты, насколько я помню Ну, в общем, там много веселых вещей Если это вам надо, вы это берете Если это вам не надо, вы это выкидываете Вот, Супермен нам доставил Потом мы, когда разобрались, собственно, с наименованиями То есть, окей, у нас появились абсолютно независимые блоки Так называемые АЛБ Ну, не то, которое за нами следит А вот то, которое позволяет нам Не переопределять друг друга То есть, тот же самый Вася Тот же самый Дима Сидя в разных концах, не знаю, планет Они, там, фрилансеры работают над одним проектом Они написали один и тот же класс для шапки Хедера Да, отлично Окей, только мы использовали методологию Бэм И в силу этого мы получаем то, что каждый из блоков То есть, у Васи, там, допустим, блок для хедера Для страницы сервиса То есть, он получается Ну, вернемся на пару слайдов То есть, он получается блок Это бидефис сервис дефис хедер А у Дима, получается, страница, допустим, контактов Ну, или что-то такое Он напишет бидефис контакт с дефис, собственно, хедер И потом мы задумались Если вообще идти по Бэму Ну, по какой-то такой методологии Которая подразумевает написание уникальных селекторов То есть, ты под каждый блок пишешь свой селектор Есть у тебя, допустим, блок с контактами Ты под него написал селектор, который уникален Он больше никогда не встретится на твоем сайте В силу этого селекторы раздуваются Они становятся просто огроменными То есть, мне бы здесь, наверное, даже экрана не хватило Если бы я приводил в пример Какие-то куски кода, написанные на Бэме То есть, они реально огромные И мы встретили припроцессинг И на самом деле мы танцевали И танцевали долго Потому что Потому что оно работает Припроцессинг приносит в наш мир Вложенность селекторов Которая позволяет Очень клево организовать код То есть, когда Ну, чуть-чуть попозже покажу Там будут слайды с, собственно, вложенностью Я не знаю, увидите ли вы это на проекторе Но я очень сильно на это надеюсь Собственно, вложенность селекторов При процессинге также приносит в CSS переменные То есть, великолепно Окей, ура Мы можем написать что-то один раз Допустим, тот цвет, который мы используем для ссылок И больше его нигде не прописывать То есть, переменные рулят Соответственно, операторы Учисления и миксин Ну, тормозить на них не будем Пойдем дальше Про них чуть позже будет просто И, собственно, почему при процессинг Очень быстро вошел в наш мир И почему танцуя под луной Мы не наткнулись на какие-то грабли И не разбили себе лицо Потому что вы ничего не теряете При процессинг он сделан таким образом Ну, если говорить про ЛССАС То, что он понимает нативный CSS То есть, если у вас есть уже там 20-50 тысяч строк кода Написанных на CSS Вы можете просто включить у себя в проекте при процессинг То есть, перенести его И все будет работать Внезапно И вы просто постепенно перейдете на при процессор И также при процессорах Содействует принципу dry То есть, do not repeat yourself То есть, не повторяя себя Почему это работает? Потому что у нас есть переменные Есть миксины Которые код сейчас будет Как вам, ребята, видно? Не много Ничего не видно Видно код Ничего не видно? Все плохо Отлично Ну, окей У нас есть Это пример SASS кода То есть, перпроцессор SASS Под видом синтаксиса SPSS Это для джунных информация Они тут конспектируют просто Так вот У нас есть класс B-button Который обозначает блок-button То есть, ну, какая-то кнопка И у него задана ширина То есть, B-button Ширина 20 пикселей И у нас есть вложенные, собственно, селекторы У нас в это же В это же описание свойств Вкладываются модификаторы Ну, модификаторы Такая вещь из BEM Если кто не знает Модификаторы Они просто изменяют Поведение Объекта То есть Вот есть у нас просто B-button А B-button с идентификатором SMALL Изменит свою ширину С 20 пикселей на 10 пикселей И точно так же есть у нас модификатор BIG То есть, смотрите, что получается У нас есть По факту Пример Ну, пример кода, который ниже Это его вывод То есть То, что выше Но, блин, ребята Вот там видно не будет до 12-й строчки Но кто вот видит 12-ю строчку Вот до туда идет SAS После идет уже вывод КСС Так вот, чтобы не писать Огромные длинные селекторы И не писать огромную кучу кода Лишнего Вложенные селекторы Они очень сильно помогают И в ту же самую степь Уходят переменные То есть Переменные определяются У нас лишь один раз Они определены сверху Вот первые три строчки То есть у нас есть переменные NORMAL, SMALL и BIG С различным значением пикселей И у нас есть блок Который эти переменные используют И в чем профит? Мы определили размеры для кнопок И можем их использовать Для, допустим, размеров ссылок У нас есть будет, допустим, B-Link В котором мы можем использовать Те же самые переменные Сократили код И внезапно мы можем поменять Этот код в одном месте И оно поменяется на всем сайте Если кто-то писал В 2008-2009 году Frontend на сайтах Он на препроцессор Просто вздохнет с облегчением Потому что, допустим, Когда приходит заказчик и говорит Ребят, нам надо на всем сайте Поменять просто длину ссылок На 10-20% То ты начинаешь просто Шесть часов сидеть И шерстить весь СС Есть у нас миксин Который задает Такое поведение Мы присваиваем селектору Определенный шрифт С тем размером, который мы хотим То есть это происходит в одном месте Вот в тех двух строчках, которые сверху И потом мы это просто используем То есть мы пишем дальше в боди И в а, которые идут дальше Include И название миксина После названия миксина Идут две скобки То есть это обычный вызов функции И мы туда передаем атрибут Передаем мы туда 300 и 500 Ну, в различных случаях И в боди Получается шрифт Толщиной 300 А в ссылках Шрифт получается толщиной 500 То есть не надо уже копировать Целую одну строчку В двух разных местах А теперь, если вот Ну, включить фантазию Подумать, куда миксину Можно приткнуть То есть В различные какие-то работы С бэкграунд-изображениями С теми же шрифтами С теми же цветами То количество кода сокращается Примерно где-то раза в два Два с половиной Если сильно постараться Ну, я думаю, во много-много-много раз Итак, что у нас уже есть У нас прошло Несколько слайдов по БЭМу И мы получили четкое соглашение Об именовании Тезис про быструю разработку И при процессе он как раз-таки Относится к инструменту Который помогает разрабатывать Нереально быстро Опять же, возвращаясь к слайду По возможностям при процессе Мы можем увидеть То, что здесь есть еще такие вещи Как операторы и вычисления Слушайте Это настолько крутая вещь То, что вы можете сделать Любые условия И любые вычисления Прямо в CSS Ну, конечно Я говорю любые И не давно звучит Как совсем-совсем любые Все-таки Это не язык программирования Но вы серьезно сможете Сократить время разработки Допустим, если вам надо Построить какую-то сетку То есть вам надо сгенерировать 25 одинаковых классов С названием GRID Ну, GRID 1, GRID 2, GRID 3, GRID 4 И вы пишете, во-первых, не все эти 25 классов А вы пишете всего лишь Там, допустим, один миксин И один оператор цикла И он генерирует 25, собственно, CSS-строчек После всего этого Люди, которые разрабатывают веб Ну, такие там, которые сидят В A3C-консорциуме Они тоже как бы заметили То, что, ребят, пора бы как бы Переставать ходить на джунгли Давайте взрослеть Они придумали веб-компоненты Ну, это произошло совсем-совсем недавно По меркам веба И веб-компоненты Они на самом деле То будущее, к которому мы все стремимся То есть Это тот функционал, который сократит Время и код Еще в несколько раз Веб-компоненты состоят из нескольких Незапно-компонентов Это шаблоны То есть Как сейчас происходит шаблонизация на клиенте У нас весь код, который есть на клиенте Он исполняется То есть Будь то HTML Будь то JavaScript То есть Ты написал код Он в любом случае исполнится Тормози То есть Если код исполняется Увеличивается время загрузки Время обработки Время рендеринга Кстати, да А кто вообще знаком с веб-компонентом? Веб-компонентами Немного Немного Ага Окей Ну поедем дальше Есть декораторы, которые работают с CSS Ну честно сказать, я не знаю, что это Вот Потому что я объясню Веб-компоненты находятся в очень глубоком драфте То есть Они находятся в диком черновике Который читать не то, чтобы просто нецелесообразно Некоторые места этого черновика я смотрел И там просто такие дичайшие вещи встречаются Что просто шесть Поэтому, к сожалению, декораторы я даже не копал Потому что с ними непонятно ничего Следующий элемент это теневой дом Дом всем знаком, да? Документ Все понятно Окей Теневой дом Он позволяет как раз таки построить ветку дома Которая не будет рендериться Точнее, как? Не так, неправильно Она рендериться-то будет То есть она будет отображаться Но в самом доме вы ее не встретите То есть Окей У нас есть, допустим, элемент Ну, тег Под названием Видео Все знакомы Опять же Аудио Вот это как раз таки пример использования теневого дома То есть мы пишем Тег аудио Или тег видео И он внезапно там Вау Кровь кишки И видеоплеер Что происходит? Он создает У себя Где-то там в подкарках Теневой дом В котором есть уже вся разметка этого видеоплеера Есть вся логика этого видеоплеера И это все скрыто от глаз И разработчика И Собственно Пользователя Клиента Браузера Да и вот это нам вполне такие хорошие ништяки Как инкапсуляция Но инкапсуляция это просто скрытие реализации То есть У нас есть какой-то элемент Который вы хотите использовать Допустим, не знаю Контакт форм Просто вот так Контакт форм И вы хотите, чтобы там выводилось два поля И одна кнопка Что бы каждый раз не таскать за собой 150 строк HTML И 350 строк CSS А вот теневой дом рулит То есть вы просто сделали Один тег Который таскаете И там в темном тоне Описали уже всякие ништяки Кастомные элементы Кастомные элементы Они вот как раз таки Про видео, аудио Про тот же самый Контакт Букс там И все прочее То есть мы можем создать любой элемент То есть В HTML5 появились Такие элементы Как не знаю Там Асайт Контент Хэдер Футер И прочее И всякие разные вещи А веб-компоненты Они должны нам позволить Создавать вообще любые теги То есть Любые Любые элементы Кастомные И есть такая штука Как импорт И про которую Я знаю очень мало Знаю только то Что она должна позволить Делать из наших ассетов То есть Из наших CSS Скриптов Пакета И доставлять их до клиента Примерно как-то в этом ключе Но Что же можем использовать Из этого На самом деле Сейчас Примерно где-то В стабильном драфте Находятся шаблонные Кастомные элементы Но Не все так Как бы Плохо Мы их использовать На самом деле Можем Но как бы Вот не можем Я здесь не знаю Даже как это сказать Поэтому у меня родилась Такая картинка Что вообще Да Слайды я не помню Надо как-то Как-то так Что же мы можем Использовать на самом деле И как эти шаблонные Кастомные элементы Использовать Сейчас Не дожидаясь Выхода веб-компонентов Из статуса драфта Шаблонные И кастомные элементы Мы можем использовать Такими вещами Как допустим AngularJS Все знакомые Все слышали Ну я думаю Вы видели Угу Вижу Кивающую голову Отлично И Про них Чуть-чуть позже Будет тоже И что самое важное Из веб-компонентов Мы можем использовать Идеологию Идеология Ребята Там просто офигенная То есть Когда мы работаем С компонентом Мы работаем Не с каким-то Пространным кодом А у нас есть компонент Это просто пушка Собственно Погнали Всем все Великолепно видно Я верю в это Я надеюсь Отлично Погнали Здесь уже пошел Такой чистый код Который мы Действительно Используем В разных проектах И Ну может быть Это какая-то Выдержка Такая общая То есть Что мы делаем У нас есть Часть Иерархии Папок наших Какого-то проекта Отделенная Под фронтенд Как же нам Организовать код И организовать Наши компоненты Так Чтобы у нас Потом Все это работало И через полгода Мы в этом Потом не умерли Все делается Очень просто У нас заводится Base.js Base.skss Ну или там CSS Если вы не используете Пропроцессоры В которых описывается Всякая шняга Ну которая Просто не поддается Осмыслению И она обычно В силу того Что не поддается Осмыслению Она не может Войти в какой-то Компонент Поэтому вот Есть два таких файла Которые с проекта В проект перетекают И никто Ни я Ни команда Не может придумать Что с ними сделать Но Ближе к компонентам У нас BAM Внезапно И у нас Оле Оле Да А у нас есть Допустим Компонент Bitop Который отвечает За какую-то Ну что ж такое Алева Да За какую-то фигню Сверху То есть Bitop Не знаю Это хэдер Окей Что мы можем Предоставить Этому компоненту Мы можем Предоставить Файл Это хэдер Который Который Такую вещь Такую вещь Не знаю Подвинь логотип Вправо И Убери Строку поиска И типа Такой Окей Он идет 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 И смотрит То что У нас компонент Называется Bitop Все его действия Сводятся К одному Он должен Найти Компонент Bitop В списке Компонентов Очень сложно И еще сложнее Найти Просто два файла С разметкой Bitop HTML И Собственно С Стилим Объекта Это там Какой-нибудь Bitop CSS Bitop CSS Ну что угодно Появляется Модульность То есть Мы Следуя Идеологии Веб-компонентов Разбиваем Каждый наш Блок Бэмовский На Дельный Компонент И Каждый Компонент Обязуем Содержать В себе Вот такие Вещи HTML SCSS У нас С разметкой Стиля И дальше Начинается Пляска И радость Всего мира Потому что Мы также Разделяем И JavaScript Код То есть У нас Пропадает Каша Каждый Объект Каждый Объект То есть Если у нас Есть в Bitop И какой-то Интерактив То Мы Обязуемся Класть Этот интерактив И его Script Код Только Вот в этот Файл То есть Он никуда Не вылазит Он никуда Не идет То есть Нет такого То что Вася Вася Запихнул Два Ивента Два Клика На сотую Строчку Эфемерного Файла А Дима Пришел И закинул Еще два Ивента Относящиеся К этому Же блоку На тысячную Строчку Да То есть Такое Было То есть Ты сидишь У тебя Такой Код Код Который Там Допустим Шапка Шапка Футер 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 Шапка Ну окей Да Вот Компоненты Рулер И собственно Здесь есть Такой Файл Джессон На самом деле Этот файл Он такой Файл Шрёдингера Он то есть То его нет На самом деле Его бы иметь Хорошо И что в нем Содержится В нем Даже комментария Нет То есть Я надеялся Что вы будете Просто читать Какие комментарии Они клевые Но здесь Нет даже Комментария По одной Простой причине Все что Может в нем Содержаться Это только На вашей совести Вы можете Туда нарисовать Котенка Васки Не знаю Вы можете Туда положить Конфиги Для этого Конкретного Компонента То есть У нас есть Допустим Компонент Поиска Бесеч И у нас Есть файл Джессон В котором Конкретно Говорится Мы ищем С такими Правилами Типа Мы не ищем По цифрам Допустим Или что-то Такое В этом же Джессоне Могут находиться Тестовые данные Допустим Если мы сделали Какой-то Компонент Бьюзер Тейбл Допустим И у нас Сейчас еще Нет Бэкэнда Который Имеет 100 юзеров Но нам Надо Как-то Верстку Проверить Окей Мы берем Копипаст Или берем Скрипт Который Генерит Джессон Файлик И просто Тупо Забиваем Джессон Файлик Этими Данами Вся Остальная Логика Как вы Работаете С этим Джессон Файлом Ложится Собственно На вас Но Это Полезная Вещь Серьезно В итоге Использование Идеологии Веб-компонентов Дает нам Возможность Не превратить Прах Проект В прах И говно Через полгода Допустим Активной разработки Как это обычно Происходит С проектами Мы сейчас Продолжим Поговорим Про Различные Вопросы Которые Мне задавались В полуарах И Про Лесас И про Галгрант Это все будет Все обсудим Если мы Немного Наверное Вернемся Сюда Слайду С проблемами То Следующая проблема Которая Вообще Нас волнует Это Продолжительность Загрузки Продолжительность Загрузки Раз Раз Два Мы будем Надеяться Что все будет Хороша Так вот Продолжительность Загрузки Она Блин Важная штука Мы Если Тормозим На сайте Мы Тормозим В бизнесе Каждая Секунда Которая Прибавляется К загрузке Сайта Она Уменьшает Пару процентов Конверсии И поэтому Давайте С этим Бороться Оптимизация Которая Что мы Вот у нас Появилась Какая-то Фронтенд База Которая Фронтенд С которой Мы уже Работаем И что с ним Делать Как его Вообще Собирать И как его Оптимизировать Так что Это все шустренько работало Мы сократим Вес кода, который мы пишем Мы сократим количество запросов И немного поработаем над расстоянием До пользователя Как раз таки про сборку проекта Кто знает, что такое сборка проекта? Кто знает, что такое сборка проекта? А, окей Шорт лист Именно шорт Такой прям минимальный лист Это задействует в зависимости То есть все эти библиотеки Которые мы там накидали Скомпилировать наш препроцессор И минифицировать наш код Но на самом деле Все выглядит немного больше Прогнать CSS и JS-линты Кто знает, что такое? Окей CSS-линты и JS-линты Это возможность проверить Написанный вами код На какие-то синтаксические И стилистические косяки Синтаксис это понятно Окей, у нас есть какая-то ошибка Из-за которого код не заведется Вы могли это пропустить в IDE-шке Потому что IDE-шка затупила У вас какие-то проблемы То есть не заметили, отвлекли Еще что-то Да, с этим все понятно Что такое стилистические штуки? Допустим, мы хотим писать Весь JS Не знаю, в строчку Если у нас больше одной строчки У нас будет ошибка При сборке проекта Если отойти от надуманного примера К чему-то более реальному То можно, допустим, про JavaScript Поговорить его кавычку в конце Хариварная тема Но, допустим, если мы делаем JavaScript user strict То есть мы используем жесткий режим То JSLint позволит нам его придерживаться То есть, когда мы собираем проект Прогоняем JSLint на сборке JSLint нам скажет Эй, чувак, у тебя на 36-й строчке В таком-то файле нет кавычки Ой, господи, кавычка, простите Точка запятая Точка запятая, да У тебя там нет точки запятая Допустим, там при определении перемены Или еще чем-нибудь Полезная штука Еще, что обязательно надо сделать Это оптимизировать изображения Все изображения, которые у нас есть Обязательно должны быть сжаты По максимуму Конечно, здесь вопрос стоит Может быть, мы просто тупо побьем Все изображения будут выглядеть плохо На самом деле нет То есть, в каких-то разумных пределах Мы можем их оптимизировать И на больших объемах А мы говорим про больших проектов То есть, когда у нас есть много функционала И много изображений На больших объемах Это существенная экономия И минифицировать HTML На самом деле, это такой тоже Пункт Шрёдингера Почему пункт Шрёдингера? Потому что обычно мы HTML Минифицировать не можем То есть Даже в той структуре, которая написана у нас сейчас То есть, то, что показывал вам я Минифицировать HTML невозможно Потому что он находится в разных частях Он уходит на клиентский шаблонизатор В общем, это всё очень тяжело и плохо Но на самом деле минифицировать HTML можно на стороне NGINX То есть, на стороне веб-сервера Когда у вас веб-сервер отдаёт контент То его, в принципе, можно настроить таким образом То, что контент типа HTML будет сжиматься То есть, из него будут убираться комментарии, пробелы И, соответственно, вес этого вот всей этой шляги будет сокращаться И при сборке проекта мы обязательно должны запустить тесты Тесты его скриптовые, допустим Тесты какие-то приёмочные То есть, когда у нас прогоняется тот же самый Силениум с веб-драйвером То есть, он ходит там Ну, в общем, вот это вот всё Это происходит на сборке проекта Здесь ещё затесалась иконочка GZIP Она там внизу, в правом нижнем углу экрана Тем, кого не видно с задних рядов Почему она здесь затесалась? Почему она там? При сборке проекта мы сделать это не можем Но я не могу не сказать об этом То есть, вроде, это такой пункт, который не относится Но в топик Опять же, возвращаясь к NGINXу, к веб-серверу Настройте GZIP То есть, все браузеры, которые у нас сейчас есть По большему своему счёту, умеют работать с GZIP И если вы гоняете туда-сюда сжатые данные Это куда круче, чем они в своём изначальном размере Как же мы будем собирать свой проект? У нас есть такой инструмент, который называется GALP.js Кто знаком с GALP.js или с Грантом? Окей Эта штука написана внезапно на Яваскрипте С использованием Node.js И, наверное, ну вот, прозвучал вопрос в кулуарах Почему GALP и почему не Грант Слушайте, без разницы Главное, не используйте Ant Ну, серьезно Есть куча вещей, там, типа, бранча, брокколи Которых знаю я И я просто гуглил, такой набирал просто GALP, WS, ну, Versus И он показывал различные другие варианты, которых я не знаю На самом деле сборщиков, то есть, так называемых task-ранеров Их много Подберите себе по вкусу Но мы поговорим про GALP Как я и обещал Этот аргумент будет звучать постоянно Открытая документация Опять же, GALP.js Открытый, его знают достаточно много Народу, чтобы просто взять, использовать в проекте И не иметь каких-то проблем с новичками Проблем с какими-то фрилансерами, аутсорсерами И GALP можно вертеть, как хочешь Здесь же такой пунктик, как полноценное программирование Это большой такой тяжелый камень в сторону Гранта Те, кто знают Грант, они, наверное, сталкиваются с такой проблемой Когда ты открываешь манифест Гранта И у тебя просто, о, боже мой, что здесь происходит Я, к сожалению, не додумался Ставить сюда слайд с конфигурацией Гранта Но поверьте, это, о, господи, самое ужасное, что я видел Наверное, даже язык 1С не настолько ужасен, как конфигурация Гранта Как выглядит CULP, GALP, не знаю, как он называется, не сериал Выглядит конфигурация таким образом Насколько хорошо видно код? Хорошо Давайте немного на него посмотрим В Сириусе, как я говорил, это полноценное программирование Если мы вернемся к Гранту, то там конфигурация То есть, что такое конфигурация, что такое программирование Конфигурация, когда у тебя есть какой-то набор директив То есть, там, не знаю, название модуля Ну, там, JSON в Гранте, по факту Название модуля, какие-то там названия действий и все То есть, ты не можешь сделать, там, допустим, какую-то вещь, там, типа, А плюс Б Ну, ты, конечно, это можешь сделать, но это уже будет никакой ракету в космос запустить Между минификацией JS и минификацией CSS Ну, или пиццу сказать, не знаю Когда мы пишем свой манифест, мы просто говорим, собственно, своему манифесту То, что, вот, те, кто знаком, кстати, с Node.js, уже, наверное, все поняли Ну, расскажу подробнее То есть, вначале мы говорим, что мы хотим У нас есть модули, которые, там, собственно, сам галп Мы его рекварим Рекварим модули по сборке SAS Рекварим модули по минификации и конкатинации Ну, конкатинация — это просто совмещение двух чего бы то ни было в одно И потом мы просто начинаем писать код У нас есть три директивы Галп-таск, Галп-вуч и Галп-ран, кажется Галп-ран я видел буквально пару раз И, на самом деле, он никогда не пригождается Когда мы пишем таску, мы даем ей название Ну, любое, допустим, там можно использовать двоеточие Это офигенно удобно Мы написали Галп-таск с ССАП И делаем простую вещь Мы говорим Галпу, что ему надо пойти в два пути То есть у нас есть путь ПАТХ-СРЦ Ну, здесь переменной ПАТХ нету Но она где-то там сверху Фантазия У нас есть какой-то СРЦ и есть наши компоненты И мы просто указываем обычные пути, докуда надо дойти И потом мы работаем с ПАИПами Кто знает, что такое ПАИПы? Плохо Ребята Ну, хорошо ПАИПы Функциональная возможность такая У нас есть какая-то, блин, какой-то действия Допустим, у нас есть Галпы СРЦ Все видят Галпы СРЦ, да? Эта функциональная сделает простую вещь Она берет данные, которые мы хотим Вот те самые файлы Base, SPSS И все файлы SPSS из компонентов Вообще все Он берет их, вот он их взял и говорит ПАИП А ПАИП, он уже как труба То есть, ну, собственно, перевод, насколько я помню Насколько я помню, дословный ПАИП это труба Он все, что сделал ГУРП СРЦ Перекидывает в следующую функцию А следующая функция САС И САС такой репу почесал, смотрит О, внезапно тут все, что мне дали, это СКСС-код Его надо, наверное, скомпилировать И здесь, на этом ПАИПе Он из СКСС-кода делает чисто ССС И кидает его в следующий ПАИП Следующий ПАИП это минификация ССС Делает минификацию СССС Следующий ПАИП Конкатенация И в итоге последний ПАИП Он просто сконкатинированный нами АП МинДЖЕС То есть, вот все, что у нас было Да, вот в компонентах Помните предыдущие слайды, да? У нас там была на самом деле Куча всякой чняги, да? Он делает из него один файлик И командой ГАУП ДЕСТ ДЕСТИНЕЙШН Он кидает его в папку В какую-то, не знаю, которая доступна нашему веб-серверу То есть у нас есть папка, допустим, называется она АССС Или там РЕЗАЛТ Или что-то такое, да? Куда он в итоге из всех наших СКСС-файлов Кладет лишь один АП МинДЖЕС СКСС Собственно, дальше Мы можем написать таких тасок очень много Мы можем компилировать СКСС Потом мы можем компилировать ЛЕС Да, был такой проект, в котором СКСС и ЛЕС используются одновременно Ну, Фронтенштейн рулит Мы можем скомпилировать GS Потом прогнать по ним Ну, точнее, не скомпилировать, а сконкатинировать и минифицировать И потом прогнать как раз-таки по этому получившемуся коду GSLint Можем что угодно здесь делать Насколько что угодно Вот Грант, в отличие от Гульба, что угодно делать не умеет В одном из проектов у нас был упоротый системный архитектор Который, мне кажется, употреблял кислоту просто В итоге из-за этого у нас появилось такое решение У нас статика хранилась в РЕДИСах Весело То есть некоторое количество статики Там были в основном куски кода Которые были валидными файлами Там, GS, CSS Они лежали в РЕДИСе Ну, не спрашивайте, почему, зачем Не надо Так вот, ГАЛП, он в силу того, что является реальным программированием Он позволял залезть в РЕДИС, выдрать оттуда все, что нам надо Скомпилировать это все И положить файлик Аппумин, CSS и аппумин, JS Все великолепно Грант такого позволить не сможет Человек, который задавал вопрос Грант или культу Отлично Допустим Вы разрабатываете Ну, то есть вы прогаете Вы сидите, вы открытой идеей Вы прогаете, прогаете Написали 20 строчек CSS и 20 строчек JS Вы знаете, что ваша страница, на которой вы работаете Она реквайлит лишь Два файла Она реквайлит два файла Они называются аппумин.сс и аппумин.js Как же мне, когда я вот разрабатываю Все мои изменения очень быстро перекидывать в эти два файла То есть проходя вот все, все, все вот это Есть так называемые вотчеры Да, внезапно Грант их тоже умеет Кажется, их умеет даже Броколи Но у Гульб Это получается лучше всех И это круто Самые неледние три строчки кода Что мы здесь делаем? У нас есть таска devil У нее есть в зависимости от таска default Всем понятно, как это работает То есть там есть код Может какие-то вопросы? Нет, окей То есть когда мы запускаем таску devil Она делает что? Она сначала выполняет вообще всю таску default Таска default описана выше Она запускает все остальные таски То есть по сбору JS, CSS Если у нас лежат какие-то шрифты Она все это перекидывает, все делает, все великолепно Все просто муа Окей А потом она запускает три вотчера Три вотчера опять же имеют вполне человеко-читаемые пути То есть окей У нас есть путь до всех файлов JS У нас есть путь до всех файлов SCSS и CSS И у нас есть путь до всех файлов наших шаблонов И она просто смотрит на изменения Если у нас изменилась какая-то из JS Мы запускаем таску JSApp Она запустилась и отработала Мы можем туда запустить допустим еще JSLint Но если мы разрабатываем, то скорее всего JSLint нам не нужен Ну то есть мы разрабатываем, разрабатываем А потом когда мы будем собирать уже проект целиком Мы запустим JSLint и поправим косяки Вот Вотчеры сильно помогают То есть ты можешь писать код сидя То есть ну обычно у всех два экрана Слева у нас там IDE с кодом Мы в нем пишем Справа браузера Больше ничего То есть там где-то под всеми этими окнами висит наша консоль В которой происходят вотчеры То есть мы написали в левом экране код В правом он сразу отобразился Круто Вот немного более подробный вариант галп-файла Я его вынес во второй слайд Здесь как раз таки появилась переменная пас И появились пустые таски JSLips и JSApp И все прочее В принципе все доступно, мне кажется Как происходит запуск галпа? Ну понятно, что каждый на гугле для себя Тот инструмент грант, галп, броккли, там что угодно Сможет его установить Ну я просто хочу продемонстрировать ништяки Мы просто пишем галп Он ловит тот самый наш вот этот галп-файл И выполняет все таски, которые там отработали И внезапно он делает очень крутую фичу Он показывает сколько времени на сборку каждого из... Ну на отработку каждой из задач Сколько времени ушло Это косвенный признак Он не стопроцентный Но если у вас сборка занимает чуть-чуть больше времени Чем вы наливаете себе кофе Я бы на вашем месте задумался Это что по поводу сборки То есть все наши препроцессоры Все наши HTML-ки Все, что мы вот раскидали по компонентам Оно через галп приводится к единому знаменателю И подключается к HTML-ке Ну к нашему проекту Теперь, наверное, поговорим про контент-деливери Это как раз-таки та фича, которая позволит нам Сократить время до пользователя Расстояние до пользователя Когда мы занимаемся оптимизацией доставки контента Надо понимать два момента Которые написаны здесь То есть Если у нас вдруг на странице появляется битый ресурс Это не иллюзорный абзац Серьезно Если сервер настроен хреново И браузер не особо свежий То обычно на этом месте появляется затык Буквально на какое-то незначительное время Но если это происходит часто То мы теряем в скорости доступности сайта То есть насколько он быстро рендерится И весь контент должен быть максимально расположен Максимально близко расположен к пользователю Максимально близко, географически имеется в виду У нас есть две линии обороны Которые мы будем обороняться от больших пингов и большого расстояния Первая из них это наша область ответственности То есть те серваки, которые доступны нашим системным администраторам Это обязательно они должны подумать о как раз таки в сервере Не знаю, что там может быть у вас стоять Но, как я уже говорил, к зипу обязательно Вся статика, которая уходит от нас на клиент, на браузер Должна быть по максимуму сжата Обязательно кэш Если у нас нет кэша И я вам поведу просто офигительную историю Был у нас один проект, на котором был конкурс красоты Вот здесь сидит человек, который не даст мне соврать На конкурсе красоты И что происходит? Девушки показывают свои фотографии Логично Ну, у нас было примерно где-то пять сотен девушек И примерно по 3-5 фотографий на каждую Ну, умножили, посчитали, офигели А потом внезапно пришел трафик Трафик пришел на ту страницу, которая подгружала все эти фотографии Ну, в каком-то пагинаторе Но все равно контента было много И каждый из запросов делал очень-очень-очень-очень плохую вещь У нас приходил пользователь, и у нас не было кэша А картинки были, ну, знаете как Девушки берут из ВКонтакте фотки Которые размером 2000 на 2000 И засовывают к нам Мы такие на все это дело смотрим И у нас там в шаблонах прописано Окей, мы должны зависать эти фотки до 300 пикселей в ширину Так вот, каждый запрос, который приходил к нам на сервак На эту страницу, он ресайзил все эти фотки То есть у нас было примерно где-то порядка Что-то 50 тысяч уников за рабочий день То есть часов за 6-8, да И каждый из этих уников ресайзил фотки У нас два раза упал сервак С веб-сервантом, то есть с Nginx И мы, ну, весь день пытались понять, а собственно, что происходит Потому что, ну, помните, того самого Диму, который знает, как работает проект Он один На этом проекте Димы не было Поэтому вот, собственно, zip-кэш Отлично Что дальше? У нас есть смайлик в Фигасе Который показывает на Нойске решение Давайте отринем ММК-шеренди с кучей фоток Куча фоток есть в большинстве проектов Вот эта куча фоток обычно делается как? Системный архитектор Чеш-трепует, такой говорит Ну, давайте положим файловую систему сервака И ее кладут на файловую систему сервака Оттуда выплывают неиллюзорные проблемы Типа, когда фоток становится в 2 раза В 3, 5, 10, 20 раз больше, сервак заканчивается И фотки начинают шардить То есть, допустим, у нас 500 тысяч фоток на одном серваке Другие 500 тысяч фоток на другом серваке Окей Начинаются свистопляски с, ну, всякими разными там Системно-администраторскими штуками Типа, как балансировать запросы между двумя серваками А что делать, если второй сервак закончится А что, кого, куда, зачем Плохо Есть такое новское решение React Это база данных Она умеет хранить в себе бинарные данные Запомните ее И когда вы в следующий раз Придели в проект и скажете Я буду делать фронтенд Дайте мне место под хранение картинок Скажите слово React И бейтесь насмерть, чтобы его поставили Почему? Потому что React из коробки Умеет раскидываться по многим сервакам То есть, что будет, как это будет вообще выглядеть Вы фронтенд Вы написали клевый функционал Пришел такой ПН Сказал, окей, функционал запускаем А функционал, ну, тот же самый конкурс красоты Да, только на 500 девушек И, допустим, на всю Россию Там плейбок какой-нибудь Ну, откликнулся там 10 тысяч девушек И обязательно 10 фотографий на каждую Много фоток Так вот Вместо того, чтобы Вам, как фронтенду Болеть головой за то, что А что будет, если у меня фотка не загрузится Наверное, не надо там какие-то лоудеры, фалбейки И еще прочую ересь Заставьте людей построить хорошую архитектуру вам React, он расшардит все ваши данные Все вот эти фотки Сам Он сбалансирует нагрузку И ваша статика, которая используется вами фронтендами Внезапно фронтенде Она никуда не попадет Вы будете в этом уверены И вторая линия обороны Это, собственно, сами Контент-деливери-нетворки Контент-деливери-нетворк Вторая линия обороны Нам недоступна То есть, ну как Мы не можем на нее повлиять Поэтому это всего лишь такой Ну, заградительный огонь Перед Нашим, собственно, основным То есть React, Jinx и всем прочим Мы использовали во многих проектах На самом деле лишь один Cloudflare Но я так пошустрил по интернету Есть куча разных CDN-ок Которые присутствуют в России Гораздо лучше, чем Cloudflare То есть, допустим, NGA Не знаю, как его читать Тут невыговариваемая хрень Третья сфера, короче Контент-деливери-нетворк Делают простую вещь Когда у нас серваки На конкурсе красоты попадали Единственным правильным решением Да, внезапно у нас там не было даже админа Ну, проект был просто пушка Так вот Когда все это дело попадало Мы решили такие Чуваки, нам надо вставать на ноги Давайте что-то делать Окей, мы пошли в Cloudflare И быстренько за буквально минут 30 Настроили Cloudflare так То, что каждый запрос на ресайз фотки На самом деле не доходил до нас То есть, вот на следующие несколько дней Трафик не спадал То есть, он шел так же И шел, и шел, и шел И Cloudflare скинал, страдал До нас доходило примерно где-то 3-4% запросов Эти 3-4% запросов Доходили не от пользователей Они доходили из Cloudflare Cloudflare у нас просто пинговал Такой Эй, чувак, у вас сменилась картинка? Нет? А, ну пофиг, посплю еще 4 часа Через еще 4 часа он приходит за обновлением И это офигенно круто Почему? Потому что у нас на том же проекте Была еще клевая фича У нас была статическая картинка Баннер Обычный баннер, который вешают во всякие RCA и прочие системы баннерной рекламы Его надо показывать То есть один показ баннера Это один запрос в обсерваку Мы его показывали на ресурсе Который имеет совокупную посещаемость На тот момент что-то порядка 3 миллионов уников Не помню во сколько Кажется в месяц Да, короче там было дофига То есть когда мы смотрели на статы Мы понимали то, что если вдруг Из-за какого-то димы Cloudflare поломается Наши серваки лягут за одну минуту Просто сразу Настолько великий был трафик Который приходился на CDN То есть CDN не только Уменьшает количество Точнее как CDN не только уменьшает расстояние До пользователя Он еще и позволяет вашему контенту Быть доступным в любом случае То есть насколько бы был невысок трафик Насколько бы не был hello Все страшно и плохо Ваш фронтенд будет работать А как оно там работает у бэкэндов Это хренс То есть это не наша проблема Обычно оно работает Вот И здесь еще есть такие два момента С задних рядов наверное не видно Но там написано Клода и Selectel Есть у нас в России Такие горе Клод провайдеры Selectel И у них тоже есть CDN CDN Эти В принципе Пригодны для использования У Клода есть даже балансер И если вы запускаете проект в России Обязательно посмотрите И на Selectel И на Клода Они в принципе достаточно Клевое хранилище Сделали на основе OpenStack Swift И его можно использовать Как CDN И совершенно спокойно Итак Superman нам притащил И доставил доступность фронтенда Всегда В любое время Дня и ночи Погода Есть админ или нет админа Есть ли Дима Есть ли бэкэндеры И кто-то Кто может нам помочь Мы обеспечили себя Доступностью фронтенду В любом случае То есть Что там происходит На бэкэнде Нам не важно У нас все работает И мы увеличили Скорость загрузки ассетов Всех наших JS-ок CSS-ок Картинок До максимума То есть Используйте По максимуму Свои серверные возможности Заставляйте Админов и архитекторов Ставить вам нормальную архитектуру И используйте Пожалуйста CDN Потому что Без них все плохо Немного Трэша Про то Как мы работаем с данными Как мы работали С данными раньше Помните слайд Да У нас есть серверная логика Которая знает Куда идти за данными У нас там есть Какой-нибудь мускуль Есть какой-нибудь Редис И она такая Хм Хуяк туда Взяла данные И вернулась И все это происходит На сервере И то есть Пока это все происходит Мы не видим эти данные Это плохо Второй момент Который надо обсуждать А зачем Таскать все данные Которые нам не нужны То есть Мы загружаем страничку Со списком пользователей Окей Зачем они нам нужны В первые нескольких Миллисекунд Если человек Просто хочет Кликнуть на Следующую ссылку То есть Ну не знаю Заходит в список пользователей Он хочет создать Нового пользователя Ему сейчас Не надо обращаться К Без данных Ему надо просто Нажать на следующую кнопку Ну Это как бы Высосанные из пальца Примерно Ну я думаю Вы поняли К чему я клоню То есть Сервионный рендеринг Ком И серверная логика Диктует нам Немного неправильный Способ работы С данными Опять же Мою субъективную Точку зрения Вот Давайте будем Более интерактивны Обычно Сейчас все наши Приложения Они являются СПА То есть Они являются Одностраничниками То есть Это может быть Как полный Сингл пейдж То есть У нас вообще Только одностраница И весь роутинг Вообще все взаимодействие Происходит на стороне клиента Это может быть Такой порезанный Не до СПА То есть Допустим У нас есть Главная страница На которой Куча фильтров Есть куча Всяких ништяков И она работает Отдельно То есть Вся эта страница Она видоизменяется И работает По принципу СПА Но если мы зайдем В контакт И будет работать Сервный рендеринг Потому что Контакт нам не надо Загружать особо ничем И там в принципе Пофиг То есть Они отобразились И отобразились Подход Сингл пейдж Абликейшн Позволяет нам Работать С поведением Пользователя То есть Окей У нас есть Пользователь Который что-то делает И мы подгружаем Те данные Которые ему нужны Только в данную секунду То есть Здесь важно понимать То что Это работа Не только фронтендов Это еще и работа дизайнеров И достаточно большая Работа ПМов То есть Когда вы делаете Вот такую Правильную архитектуру С самого начала Такую Вы должны Изначально Закладывать И в дизайн И в поведенческие Какие-то вещи Для пользователей То что у вас Вообще-то Как бы Сингл пейдж И вы будете Тягать свои данные Из API И Собственно К API мы обращаемся On demand То есть По требованию Как только человек Нажал на кнопку Мы ему сгрузили данные До этого Ничего не происходит Никакого Сферного рендеринга Огромной таблицы Или чего-то еще Не должно происходить По поводу API Окей У нас есть Какой-то Фронтенд И у нас Нет сервера То есть Если мы вернемся На пару десятков Слайдов выше У нас есть Крутура Которая в принципе Работает Ну Помните С компонентами Нам надо только Добавить Немного воды И один файлик Index.html В который Подключить Все наши Скомпилированные JSK и CSSK И все В принципе Завертится И нам нужна Только одна страничка Которая будет Показывать Эти данные Клиенту Браузеру А как мы будем Ходить за данными Которые пользователю Нужны Допустим У нас есть Тудушка Ну вот просто Туду В котором мы можем Добавлять дела Удалять дела Просто список Да Когда мы что-то делаем Мы просто делаем Запрос к API API Это уже отдельная Серверная хрень Которая никак не связана Ни с рендерингом И не особо связана С логикой Она просто предоставляет Нам интерфейс До Вот того Бэкэнда Который там На самом деле думает Работает Куда быстрее Чем Таскать все с собой До некоторого времени Люди использовали Для такого взаимодействия То есть API Это был Синонимом Слово XML В случае XML Очень избыточен И его В большинстве случаев Нафиг не надо Простите Его нафиг не надо Настолько То что Ради бога Его выкидывайте Выкидывайте его Из проекта Который есть Даже если вам говорят То что Чувак Траниши не надо Так Все равно Говорите Давайте просто проведем Абитестирование Не знаю На паре страниц Просто напилим Вот одна страница Там Ну точнее Весь проект работает На API XML Давайте сделаем Одну страницу Которая будет работать С JSON И мы посмотрим Насколько сильно снизится Трафик Но это при условии То что проект Надружный И не используйте Пожалуйста RPC То есть RPC Это ремонт Процедур Killing Или Kale Как оно там Решифровывается В общем Это такая парадигма Такая металлогия Написания API Которая подразумевает Вызовы Определенных Команд Это очень плохо На фронтенде Это не работает Не используйте RPC Наверное Говорим дальше Про REST Кто вообще знает Что такое REST REST Это более совершенная Методология Парадигма Как строить Наша API REST работает По Одной простой Как бы Идеи У нас есть Какой-то Путь Да То есть Домейн TLT API Users И мы его запрашиваем HTTP Глаголом Get Мы получили Весь список Пользователей Если же мы В общем Смысл REST В том Чтобы работать С меньшим количеством Вызовов Но большим количеством Способов Куда круче Куда круче Чем RPC И опять же Панацея нет По REST Он не может быть Идеальным То есть Здесь есть три Примера Написанных Как можно использовать То есть Они По идее Делают Одно и то же То же самое Вот Одно и то же самое Но по-разному Это написано Думайте Для своего проекта Как будет лучше Немного Про безопасность Когда мы Пишем Проект Ну вот Просто Написали его На сером Языке Нету Фронтайна Особо Его будут ломать В лоб Его будут ломать По интерфейсам Потому что там Особо ничего нет Когда у вас Появляется API Ломают Первым делом API То есть В интерфейс Уже никто не ходит То есть Если человек Безопасник Или там Хакер Крекер Школьник Он понимает То что У вас есть API Первое Куда он пойдет Это в него Поэтому Разделите Внешнее И внутреннее API На два разных хоста То есть Если у вас есть API Для каких-то Клиентов Это одно API Отдайте его Фронтендерам И пусть они с ним Развлекаются Это не ваша забота Главное Чтобы оно Никаким образом Не было связано С API Через которое Работает сайт Никаким вообще И С умом Используйте Корс Корс Это Кросс Ориджин Request Что там Сейтинг Скажется Кто знает Что это за штука Никто не знает Смотрите Когда у нас Происходит Запрос С браузером Какого-то Асета Ну вот Допустим Мы сидим На Домейн Тлд И Наш Яваскрипт Запрос Уходит На Домейн Тлд В данном Случае Корс Говорит Окей Домейны Совпадают Все хорошо Запрос Разрешен Если Если Мы Делаем Запрос С Домейн Тлд На API Точка Домейн Тлд Запрос Не пройдет Потому что Такая политика Безопасности То есть Корс Это та штука Которая позволяет Эту политику Безопасности Гибко Настраивать Вы Должны Своему Хосту Разрешить Запросы Только К тому Что Вам Действительно Нужно То есть Когда Вы Строите API Обязательно Ограничьте То количество Хостов Которым Будет Обращаться Ваше Приложение Иначе Будет Дырка В безопасности Причем Серьезно Недаром Придумали Эту Фигню Может Быть Какие Уточнения Потому что Сложная Штука Нету Окей Когда У нас Появляется API В проекте И мы Полностью Отказываемся От сервера Окей Спасибо Когда Мы Полностью Отказываемся От Сервера И работаем С API Мы получаем Больше Удобства Для работы С данными Почему Когда Мы Все Рендерим На серваке То Смотрите У нас Есть данные Которые Уже Зарендерились Список Юзеров И нам Надо Сейчас Построить Погенацию То есть Нам Надо Без Перезагрузки Страницы Отобразить Вторую Страницу Нашей Таблички Что мы Делаем Мы Кидаем Аякз Запрос В Дикую Вообще Задницу И он Возвращает Оттуда Какой Дикий Ответ Типа XML RPC Господи HTML XML Ну Слава Богу Если Вернет JSON Как Происходит с API API Заточено Под То Что Оно Пока Вам Ничего Не Вернуло У вас Загрузилась Страница У вас На ней Ничего Нет У вас Страница Думает Окей Я Сейчас Должен Показать Юзеров Что Я Должен Показать Первую Страницу Окей Я Показал Первую Страницу Один Запрос Четко Красиво Просто И Будет Очень Просто В Отличие От Серверного Рендеринга У нас Есть Какие-то Допустим Запросы Которые Должны Создавать Данные Помните Все Это Form Tech И все Прочее То Когда Вы все Нажимаете Происходит Перезагрузка Окей У нас Недавно Появился Все-таки Нормальный XML Request Второй Версии И Мы Нормально Можем Отправлять Пост Тело Запроса То есть Мы Можем Отправить Любые Данные На Серват Все Равно Неудобно Потому Что Мы Эти Данные Отправили Мы Написали Кучу Кода И Мы Еще Должны Как-то Мириться С тем Что Сервер Нам Вернет Рендеринг То есть Вряд Ли Он Вернет Вам Те Данные Которые Вы Хотите Допустим Джессон То есть Он В лучшем Случай Вернет Какой Нибудь Я Чувствую То Что Говорю Немного Абстрактными Такими Вещами Достаточно Тяжело Объяснить То Что Я Говорю Поэтому Пожалуйста Спрашивайте Вопрос Шаблонизация Шаблонизация Любовь Здесь Была Наверное Ремарка Больше К Нашему Опять же Серверному Рендерингу Мы Привыкли То Что Сервер Рендерит Определенным Образом И Отдает нам Партишины Определенным Образом То есть Наш Кусок Нашего Сайта Он придет Ожидаемым Для нас Образом Но Когда мы Занимаемся Клиентской Шаблонизацией То есть Окей У нас нет сервака У нас есть только API Помните это То есть Нам сейчас Надо шаблонизировать На клиенте То есть Все эти HTML Компоненты Которые мы Пописали Они там Будут шаблонизироваться Каким-то образом На клиенте Так вот Это совершенно Другой подход Во-первых Разделению Компонентов Разделению Шаблонов И Вам действительно Придется сильно Поломать мозг Если вы будете Переходить С сервера На фронтенд В чем Соль Шаблонизации В чем ее Няшка Вот есть у нас Допустим Таблица на 100 строк Когда у нас Происходит Рендеринг То мы в любом Случай Притащим 100 строк Чистого HTML Ужас Просто ужас Как выглядит В мире Опять же Истины нет И все надо Смотреть И искать Может быть У нас Будет В дальнейшем Лекция по мобильникам Собственно Получили Турбоулитку Мы попелили Продолжительность Загрузки И дальше В принципе Нам Остается Буквально 30 слайдов До конца То есть Я думаю Мы быстренько Пробежим Также мы попелили Кстати Неотзывчивый интерфейс Если у вас Все работает На фронтенде У вас Интерфейс Не может быть Тормознутым Он в любом случае Будет работать Шутненько Про возможности Про возможности Которые мы теряли Слайд В принципе Описывают Целиком Сейчас CSS3 И ECMAScript 5 и 6 Не используются А хотя Должны были Быть И мы не используем Огромное количество Синтаксического Сахара И оптимальных Алгоритмов Которые есть Блин Но их никто Не использует Вот такая Веб-разработка Жестокая Что мы можем Взять прямо сейчас Можем взять Полифилы У нас есть Такая штука HTML5 Please Dot.com В котором Содержится Огромное количество Полифилов На различные Возможности Что такое Полифилы Знают люди Полифилы Это Такой код Который По факту Заставляет Работать Другой код То есть Есть у нас Допустим Тег Аудио Представим То что его Вообще То есть он Есть в спецификациях В 3C Но его Еще нет В браузерах Так вот Полифил Заставит этот Тег Работать правильно По этим Самым Спецификациям То есть Сейчас Допустим Я выделил Три момента Которые Мне Интересны Заполифилить Это Хранилище Различные Всякие Там Ну Индекс Индекс ДБ Кажется Она Локал Стораджи До некоторого Времени Были с Полифилами То есть Это Ну Точнее Не с Полифилами Там тоже С такими Доработками В общем Вы можете Посмотреть И За счет То что Вы снизите Производительность Немного Может быть Много В зависимости От того Что вы Хотите Заполифилить Вы Получите Все-таки Новый Функционал Веб Компоненты То есть Про которые Мы Говорили Все Те самые Shadow Дом Тимплейты И прочее 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 Полимер Есть такая вещь Полифил Полимер Вот Посмотрите Использовать В продакшене Достаточно Рискованно Но Для какого-то Сайт Проект Для какой-то Админки Я думаю Можно рискнуть Ну там Веб-сокеты Допустим Если кто знает То с полифилами Сокеты Можно работать Шимы Шимы Это Такие штуки Которые Позволят Ну там Есть шимы И есть шамы Они позволяют Заполнить Пробелы В его скрипте То есть Есть у нас Спецификации Явоскрипта Под названием Ехмоскрипт 5 Ехмоскрипт 6 И С помощью Этих шимов Мы можем Их восполнить Я никогда Не использовал ЕС 6 шим И Честно говоря Буквально Пару недель На него наткнулся Пару недель назад На него наткнулся И Без понятия Как он себя ведет И Насколько он Хорошо написан Но ЕС 5 шимы Они работают стабильно Во многих проектах Мы использовали Библиотеки Различные библиотеки Вида Underscore JS И лодэш Используйте их Пожалуйста В них Находится огромное Количество Того Что вы можете Использовать В Явоскрипте Допустим Всякие ништяки Типа Фарич Ну это простой пример Да В Явоскрипте Нету Как сказать Метода Хождения По массивам Вот Допустим Лодэш Underscore Восполняют их То есть Вместо Фор Дикого Вы можете Использовать Красивый Фарич Ну и Прочие ништяки Там тоже Присутствуют По работе И с объектами С массивами С датами С всякими Другими вещами Больше Препроцессоров Богу Препроцессоров Препроцессоров На самом деле Дофига И Если мы говорили До этого времени Только про CSS То На самом деле Есть Препроцессоры HTML Есть Препроцессоры JS В них Огромное Количество Синтаксического Сахара Синтаксический Сахар Не всегда Полезен Поэтому Тоже Смотрите На свой Проект И Выбирайте Делайте Решение Собственно Обдумно Фреймворки Обещал Расскажу В фреймворках Когда мы выбираем Вообще То есть Окей У нас есть Вот та штука Которая Показывала Показывала Несколько десятков Слайдов С компонентами С раскиданной Структурой Но не будем же Мы писать На чистом Еваскрипте Надо четко Как-то намудрить Вместо того Чтобы велосипед Мы будем использовать Какие-то фреймворки И в принципе Я сталкивался С тремя стадиями Ну не стадиями Точнее С стезями разработки Это когда ты Имеешь проект Стартап Да И тебе говорят Разработай его Основательно Вот прям Бери У тебя есть год И делай Если что хочешь Обычно Обычно я год Не работаю В таких стартапах Но Как это делать Понятно Есть пользовательское приложение Пользовательское приложение Обычно насыщено Ивентами И всякими Кнопочками Ссылочками Слайдерами И оно все блестит И вообще Основное слово Ивента И есть админка Это все то Что обычно Не показывается людям То есть Не показывается пользователям То есть Та админка Которую надо сделать Для пятерых модераторов И они там будут Весело Банить людей Основательная разработка На самом деле Возможно Только с ванилой.js Ну вот Берешь И чисто пишешь На чистом Невоскрипте Но Если как бы Отойти от идеального мира Где Бегают розовые пони И дружат с единорогами На самом деле Все хуже И мы должны Использовать Бэкбон Ну точнее Не должны Мы можем использовать Бэкбон И Марионет Бэкбон Это фреймворк Для написания фреймворков По факту На Бэкбоне Сейчас Тишь да гладь Они Пришли в стабильность Они Не ломаются Чему я несказанно рад Но они Заставят вас Писать очень много кода Очень много кода Есть Марионет По факту Тот же самый Бэкбон Только Помидор повернут В профиль Немного больше функционала Опять же Выбирайте С умом Почитайте Доки Спеки Всякие разные Хабры Ну вот вариант Есть То есть И есть Underscore Underscore здесь Присутствует по одной Простой причине Потому что он Зависимость У Бэкбона То есть Вы не запустите Бэкбон Без Underscore Underscore Библиотечка Которая содержит В себе Огромное количество Хелперов Для работы С различными вещами Ну тот же самый Фарич То есть Там есть Куча еще всего Другого Там есть даже Устроенный Шепланизатор Ну Весел все В принципе Если у вас Есть куча времени И там Человек Пять подаванов То вот Такой стэк Позволит писать Проект В принципе Без фреймворков Но как бы С фреймворками Почему такое Размытое определение Когда Проект приходит В какую-то стадию Большого Все начинают задумываться А нахрена нам Этот Бэкбон Там Англуар Еще что-то Да Нафига нам Тот же Эмбер У нас уже Кода написан Самими Самими Короче Нами Куда больше Чем Эта библиотека Бэкбон Давайте Выпилим Как хрена Мы будем Сидеть на своем Коде Зачем нам Этот Опенсорс Так вот С бэкбоном Это происходит Наименее Болезненно Из всего Того Что будет дальше Поэтому Для основальной Разработки Я бы Скорее всего Выбрал Там Марионет Бэкбон Дескор И чистый Джесс Есть еще Небольшой вариант Как можно писать Это примерно Ровно То же самое Что было На предыдущем Слайде То есть У нас есть Читый Явас Крипт У нас есть ЕС 5 шин Есть только Один шаблонизатор Handlepacks Здесь нет Фреймворков То есть У нас есть Только Возможности И шаблонизация Это Хардфорд стайл Кто сможет Тому похлопаем В чем Соль этих Двух Отходов Для основательной Такой разработки В том Что есть Стартовый код Не нужно писать Велосипедов Вообще Не надо Почти Ну почти Это всегда Полная Свобода действий То есть В силу того Что идеология Фреймворк Для написания Фреймворков То В принципе Вас никто Не ограничивает С одной стороны Это хорошо С другой стороны Если Ваш скил Или скил Ваших патаванов Не настолько Хорош Как вы хотели бы Все будет плохо Потому что Вас ничего не ограничивают Все будут писать Шрапнейльный код И это будет взрываться И придется Много думать Пользовательское приложение Которое работает С кучей ивентов Ребята Кто знает Что такое Твиттерфлайт Уху Еее Теперь в Питере Есть три человека Которые знают Что такое Твиттерфлайт На самом деле Твиттерфлайт Охренительный Охренительный фреймворк Для работы С Эвентами То есть Чем больше у вас Происходит Каких-то телодвижений На фронтенде Тем больше вы должны Его хотеть Соответственно Помимо ES5 Шим Ой Помимо Твиттерфлайта Мы используем еще И ES5 Шим Который является Зависимостью Собственно Твиттерфлайта Мы не можем Его не использовать Но это круто Он есть То есть Мы получаем Некоторые ништяки Возможности Вот так И Хэндлбарс Опять Хэндлбарс На самом деле Это такой Плейсхолдер На котором Можно написать Любой Шаблонизатор То есть Вы можете Использовать Мастаж Можете Там Джейд Прикрутить Чего угодно Почему Твиттерфлайд Когда у вас Происходит Много телодвижений На фронтенде У вас Постоянно Кликают Нажимают И вы Должны Это все Обрабатывать Кучу Ивентов Вообще Кучу Огромную Кучу Вроде бы Мы С помощью ПМ И Идеологии Вебкомпаненс Раскидали Вот эту Овермишель По Яваскрип Файлам В разных Папках Оно все еще Так иерархично Разложено Но Все равно Будет чего-то Не хватать То есть Если Ивентов Реально Много Реально Много То Грустно Будет Даже В таком Случае Поэтому Twitter Флайт Имеет Четкое Workflow Для Разработчика Шаг Влево Шаг Вправо Тебя Убьют Точнее Ты убьешься Сам Потому что Очень тяжело Отойти От того Workflow Который Предлагает Twitter Флайт То есть Ты просто Умлешь На этом И Twitter Флайт Event Driven То есть Он Заточен На Ивенты То есть Он Предоставляет Свою Апи Ну Вот Я Не Додумался К сожалению Показать Код Написан На Twitter Флайте Но Он Четко Разграничивает Вот Здесь Пиши Ивенты Вот Здесь Пиши Что Происходит С ними И Если Это Сложить В нашу Архитектуру С Компонентами И Бэмом То Это Будет Выглядеть Просто Конфеткой Погуглите Дома Все Это Посмотрите Будет Круто Ну И Да Думать Можно Меньше То Есть Можно Вообще Не Думать Можно Просто Писать Функционал И Не Заморачиваться Ни Над Чем И Админка Админка Это Однозначно AngularJS Почему AngularJS Потому Что У AngularJS Есть Встроенный Шаблонизатор У него Оно Есть Вообще Сразу Берешь И Делаешь Встроенный Шаблонизатор Ну Точнее Не то Чтобы Шаблонизатор Но Я не знаю То есть HTML Файликами Которые Подтягивает То есть Если вы Построите Допустим Клиентское Приложение С клиентским Роутингом На AngularJS То оно Не будет Подтягивать Те HTML Которые Не нужны Сейчас То есть Вы перешли На следующую Страничку Он Подсосал Свой Шаблончик Отобразил Все Круто Плюс Встроенный Шаблонизатор Обладает Ну Точнее Не встроенный Шаблонизатор Сам AngularJS Разные Степени AngularJS Оба на клиенте Просто смотрите Когда у вас Тормозит Админка На AngularJS Которая Доступна Пяти Человекам Это одно Когда у вас Тормозит Весь проект На AngularJS Это совершенно Другое Мы сейчас Как я уже говорил Пытаемся Привести AngularJS В такой вид Чтобы оно Работало Быстро Ангular У него есть Иван Клуб Я говорил Только что То что Нет Там не совсем Так Насколько я помню У Бонни Если не говорить Про все эти вещи У Бонни Больше свобода То есть Ты можешь Отойти От этого То есть Если ты Вдруг На клиентском Приложении Вдруг Ты понял У меня все Тормозит Надо что-то делать Ангular Ты не выберешь Вообще Никаким образом То есть Это будет все Очень тяжело И плохо С Боббоном Немного проще То есть Не немного А куда ощутим И проще Смог ответить На вопрос У Боббон Немного проще он просто где-то предоставляет, то он дает тебе, ну, просто FDC, да, и там ты делаешь все, что хочешь. Андорг — это монстр, он очень огромный, он помимо того, что дает тебе, дает тебе байдинги, дает тебе роутинг, дает кучу там сервисов, дефёрк и прочее. То есть внутри, соответственно, он очень тяжелый, потому что он все это... За счет того, что как-то за счет этих функций. Там не только как-то, если кто-то на предыдует, то это, например, одно устройство изменилось, оно зависит от... Ну это все понятно, да. — Почему там работают? — Ребята, вопрос холиварный. Просто здесь опять же повторюсь, что там была как бы картинка с господами, проверяйте все сами, то есть смотрите... То есть мое субъективное мнение — то, что Бэкон куда шустрее, и от него избавиться куда проще. То есть чем он кунглара? Окей. И, блин, очень крутая фича. У англара реализованы кастомные элементы. То есть мы... Там они называются директивы. То есть там кастомный элемент. Мы можем написать, допустим, input. Или select 2. Или input text. И input password. И они вставляются, да? На самом деле это не просто тег. Это будет целый компонент в нашей структуре, да? С директивой, которая имеет очень охренительные там какие-нибудь телодвижения. То есть у нас в итоге мы можем прийти к автогенерации. То есть как это будет происходить. Мы это сделали на одном из проектов. И я не знаю, как он там, рады ребята или не рады. Мы это просто сделали. На самом деле с бэкэнда на фронтэнд приходит просто JSON. В котором написан список полей. То есть что мы должны рендерить. Мы должны там зарендерить, допустим, 3 текстовых input и одно парольное. Ну, создание юзера, да? И всем остальным занимается англар. То есть он с помощью директив кастомных элементов все это дело рендерит и генерит. То есть если у вас есть админка, вы, блин, можете просто прийти к тому, что написав там, ну, за полгода энное количество директив, вы поймете то, что вы не пишете код, вы просто комбинируете директивы готовые в страницу. А если вы немного еще поработаете, вынесите там абстракции, настроите API, то у вас просто будет автогенерация. То есть вы заставите бэкэндеров писать JSON, и они будут генерить себе, собственно, странички. В принципе, мы все побороли. В принципе, все это работает. Но единственный вопрос в том, что сайт не был приложением. Оставляю это на совесть вашу. То есть сайт приложением быть и не может. Ну, точнее, может не быть, а может и быть. В любом случае, чтобы побороть эту проблему Шрёдингера, нужна не только фронт-энд работа, нужна работа и дизайнеров, и клеймов. В наши дни, как мы делаем это сейчас, к чему мы пришли? Резюмируя, то есть у нас все на клиенте. У нас Сера целиком полностью отдыхает. У нас больше нет проблем. Наш код чистый, понятный, фичи пишутся, и все в няшку. Вопросы? А вы не использовали такие проблоки, как Ember GBS? По Ember будет лекция, кажется, то ли завтра, то ли быстро завтра. Я, к сожалению, не особо сильно не использовал. Потому что я смотрел, правда, с вами это и производительность. И, кстати, вам было бы работать быстрее. Нет, Ember куда быстрее всех, кто есть сейчас. А с нокаутом работали? Работал плохо. Плохо? Настолько плохо, что хрен бы с ним то, что это работает медленно. Они одни из первых, кто пришел к двейбиннинг и декларативному HTML. То есть, если говорить про Angular, у них уже идея про декларативный HTML, то есть, когда мы в HTML пишем шаблоны, она у него развита хорошо и сделана хорошо. А у нокаута, в силу того, что они были одними из первых, точнее, ну, точнее, они, мне кажется, были вообще первыми, кто это придумал. Не помню, честно. У них все плохо. Они работают плохо. Код пишется хреновый. Ну, не стоит использовать нокаут вообще нигде. Забудьте. Я даже не могу найти какие-то, ну, такие аргументы, которые типа «за». То есть, когда ты говоришь какие-то аргументы против, у тебя есть аргументы «за». Доджи, EXT.js, вот это вот все, там, сенчи и прочая ересь, они настолько тяжеловесны, что использовать их можно в каких-то очень-очень специфичных проектах. Очень специфичных. Допустим, есть та же самая сенча-таш, которая типа «под мобильники». «Ребята, мы разработчики EXT.js», и тут уже все так делают. А они еще хотят «под мобильники» это сделать. То есть, я не знаю, зачем, почему, и тот же вопрос к «Доджи» и к «Яховским» вещам. То есть, это хреново работает. Это же библиотерная компания. Что? Это же просто библиотерная компания. Что именно? Яховская. В «Яху» еще какая-то была хрень, не помню какая. Нет, не та, которая UI-библиотечка. Там, блин, не помню. Какой-то джесс я от них видел, не помню название, честно. Так, у «Яхов» вообще все плохо. Ну да, у «Яхов» еще плохо по жизни. Окей, еще какие-то вопросы? Ну хорошо. Ребята, если вам не понравилось или понравилось, или вам есть что предложить, есть анонимная хрень, АСКФМ Пыскнов, пишите, либо подходите ко мне, связывайтесь со мной по этим контактам, и давайте делать лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ